С нами главный тренер команды хозяев поля Андрей Викторович Почерпцов. Андрей Викторович, пожалуйста, ваши комментарии после этого сложного матча. Ну, в общем-то, считаю, что большую часть первого тайма мы доминировали, в общем-то, забили гол. Второй тайм, конечно, провалили. Большей частью я скажу, что мы проиграли середину поля, поэтому очень недовольны игрой нашей средней линии. Но есть, наверное, на это объективная ситуация, к сожалению, что футболисты нас покидают. Это первый опыт, что чемпионаты сейчас разделились. То есть у нас люди уехали на просмотр, у кого-то контракты закончились. То есть, в принципе, ну, сегодня все, что было, мы выставили. Вот так скажем. Коллеги, вопросы к Андрею Викторовичу. Андрей Викторович, наверное, в концовке первого тайма показал, что Спартак запал преимущество себе. Что пошло в концовке первого тайма? Ну, знаете, вот я говорю, что как раз эти у нас... Мы увидели, что Игорь Козлов так через... Ну, видимо, он получил уже повреждения еще есть. Ну, наверное, может быть, не так оперативно среагировали на это. Как раз в эти минуты, когда у нас было десятером, соперник как раз вот этот момент подприжал нас. И, в общем-то, ну, психологически, конечно, получить мяч там 43 плюс 4. Думаю, что если бы мы ушли на перерыв, наверное, при счете 1-0, наверное, чуть психологически было другое начало второго тайма. Я говорю, что здесь и погодные условия внесли, так скажем, в некий момент, поэтому, наверное, так. Ну, не успели, так скажем, эту замену провести полноценно, поэтому, наверное, получили. И, возможно, нам этого игрока как раз в эти моменты и не хватило, потому что, ну, соперников искали про это, перехватил инициативу. Олег, ты еще как раз рассказывали про погодные условия. Сильно ли они повлияли на то, как внести корректив на эту игру? Ну, вы знаете, наверное, что это был все-таки конец первого тайма. Не так долго это все продолжалось. Хотя было видно, да, вот раз спартаковский вратарь выбивал, он прям еще обратно вернулся. Поэтому, ну, я думаю, что непогодные условия, конечно, это все сделают. И последний вопрос у меня. Много игроков сейчас в Зиньдоба уходит. Насколько сложно в связи с этим ротировать состав? Ну, знаете, это всегда сложно. Вот я говорю, что на протяжении, я сейчас уже полтора года отработал. В общем-то, сейчас будет уже четвертая команда за это время. То есть мы постоянно каждые 2-3 месяца обновляемся, там, ну, 5-7 игроков новых, поэтому. А по ходу сезона, ну, это еще тяжелее, так скажем, что-то придумать. Поэтому, ну, опять же, что делать, терпеть. Зато можем актив занести, что у нас целая группа сегодня дебютировала. Пусть неудачный матч, но игроки 6-го года и 5-го. То есть будем дальше работать. Ну, вы знаете, сейчас ситуация такая, что у нас там чемпионаты закончились. У нас чемпионат идет, и раньше окончания первого круга новых футболистов мы заявить не сможем. Поэтому последний матч в Иркутске, это те люди, которые у нас есть. Все, больше у нас ничего нет. Поэтому здесь, ну, объективно ситуация. Поэтому мы понимаем, что на этом фоне некие проблемы в молодежке есть. Потому что нам пришлось брать ребят, которые там играли в Грозном. Здесь, ну, наверное, такая же ситуация будет. Они в пятницу играют здесь, домой ночью. Ночью мы улетаем в Иркутск. Если, опять же, их не будет. Нас просто 13 человек. Андрей, пожалуйста. Ирид Ильич, а вот из молодежки, из тех ребят, кого вы взяли? Кого вы вообще выделили? Ну, считаю, что сегодня, ну, неплохо вышел Базилевский. Наверное, он один из кого был. Тимур Иванов. Ну, опять же, это все. Я говорю, надо пробовать этот мужской футбол. К сожалению, он глобально отличается даже на этом уровне от молодежного футбола. То есть, ну, интенсивностью борьбы и скоростью принятия решений. Поэтому, ну, понятно, что им тяжело сюда еще вливаться. Почему я говорю, что всегда это нужно время, некое на адаптацию к взрослому футболу. Когда его нет, к сожалению, все по ходу так не происходит.